Привет! Добро пожаловать на канал Geekbrains! В прошлых выпусках мы уже рассказывали о Python, iOS и веб-разработчиках, а также многих других профессиях из мира IT-технологий. Сегодня мы узнаем об одном из самых популярных языков программирования. Встречайте, Java! Кстати, посмотреть статистику популярности языков программирования вы можете на сайте TIOB, ссылку на который мы оставим в описании. Там есть рейтинги аж с 1985 года. Теперь о Java. Что это за название такое? Сейчас расскажем. Изначально язык назывался DOOP, то есть OUK. Его разработал и официально презентовал миру Джеймс Гослинг 23 мая 1995 года. Язык создавался с целью программирования электронных бытовых устройств. Но вот незадача. Язык с таким названием уже существовал. И нужно было придумать что-то новое и оригинальное. Так OUK был переименован в Java, и Гослинг дополнил его логотип чашечкой горячего кофе. Именно в честь марки кофе и назван этот язык. Кто такой Java-разработчик и что он делает? Игры и приложения на Android. Игры на десктоп. Полезный софт. Облачное хранилище данных. Программу для твоей кофе-машины. И еще много всего интересного. Область применения этого языка настолько велика, что можно с уверенностью сказать. Каждый человек пользовался плодами труда Java-разработчика. Например, большая часть банковского софта работает именно на Java. Кроме банков, Java используется в Big Data, машинном обучении, робомедицине. На Java написано огромное количество мобильных игр и аппов. От топовых современных Android-приложений до любимых стареньких Java-игр. Ставь лайк, если помнишь эту заставку. Чтобы вы могли поближе познакомиться с этим языком и понять, чем занимается программист Java, попивая свой любимый сорт кофе, в описании к ролику мы оставим полезные ссылки. Переходите и попробуйте. А всем, кто захочет стать настоящим Java-разработчиком и выучить, пожалуй, самый востребованный и популярный язык, Welcome к нам на курсы! Вы всегда можете оставить заявку на обучение и с нуля прокачать свои знания, а также получить гарантированную стажировку или трудоустройство. Все ссылки в описании. Но стоит ли идти учиться? Спросите вы, сколько зарабатывают такие специалисты? Стоит. Зарплаты джуниор-программистов, стажеров стартуют от 50 тысяч рублей. У кого больше опыта, могут получать по 200 тысяч и даже больше. Неплохо, правда? Чтобы стать таким специалистом, нужно знать непосредственно синтаксис Java, понимать принципы объектно-ориентированного программирования или ООП, не помешает знания библиотек и, конечно, фреймворков. Без них никуда. Можем посоветовать Spring. Это фреймворк с открытым исходным кодом для Java-платформы. Он очень популярен. Также важно не бояться работать с базами данных и знать язык SQL. Не пугайтесь, все это и даже больше мы разбираем на курсе Java-разработчика. Спасибо, что досмотрели ролик. Пишите свои комментарии, вопросы и пожелания. О каких современных профессиях вам хотелось бы узнать? Было интересно? Ставьте свои лайки и делитесь этим роликом с друзьями. Это GeekBrands. До встречи!